Словно смотритель под часами в главном зале железнодорожного вокзала Владивостока расположился последний российский император Николай II. Его бронзовый барельеф открыли здесь 14 июля. Примечательно, что почтить память самодержца решили в год столетия революции. То есть доска именно и посвящена памятной дате открытия вокзала. Именно им, ну, а не конкретно царю или еще кому-то. В 2013 году барельеф Николаю II в железнодорожном вокзале уже открывали. Правда, не внутри, а на фасаде здания. По первоначальному замыслу мемориал должны были выполнить тоже из бронзы. Но в итоге сделали из другого материала. Потому что в 2013 году, когда мы открывали эту доску, к сожалению, у нас тогда не хватило денег на бронзу. И отлили ее из полимерной смолы. Так и не было бы во Владивостоке бронзового Николая II, если бы не литейщик из Екатеринбурга. Ему понравилась идея и сама работа, и он за собственные деньги отлил барельеф из достойного металла. Кстати, в прошлом для Владивостока литейщик уже делал скульптуру моряка на Океанском проспекте. В обществе к Николаю II относятся неоднозначно. Одни его уважают, другие считают, что именно он развалил Россию. Но в истории Приморского края самодержит сыграет значимую роль. Император приезжал во Владивосток всего один раз, еще когда был цесаревичем. Но за 11 дней пребывания здесь он заложил сухой догдаль завода, памятник адмиралу Невельскому, Транссибирскую магистраль и железнодорожный вокзал. Это возрождение нашей исторической памяти. Вот как говорил император Николай II, государство, которое чтит свято заветы прошлого, то государство имеет будущее. Интерес к фигуре Николая II во Владивостоке стали проявлять лишь недавно. В прошлом году в Покровском парке установили памятник последнему российскому императору. Деньги на монумент жертвовали люди со всего Приморья. Установку памятника приурочили к 125-летию с того времени, как Николай II посетил Владивосток. В четырех сторон монумента зафиксировали основные даты его пребывания в Приморской столице. Бюст самодержится неспроста поставили именно около Покровского собора. Для православных верующих последний. Российский император играет не последнюю роль. После гибели царской семьи Николая II причислили к лику святых и присвоили ему статус мученика. С тех пор он стал не только государственным деятелем, но и церковной персоной. А православные верующие стали почитать последнего русского императора. К слову, партизанский проспект изначально назывался Николаевским. Арка около подводной лодки до сих пор носит имя императора. Поэтому можно сказать, что фигура самодержится, хоть и противоречивая, зато запоминающаяся. И многие во Владивостоке хотят видеть Николая Александровича снова и снова. Ирина Мокрецова, Александр Бартовщук, Андрей Макаров. Новости на восьмом.